Третий, ведьмак очень выгодно отличается от своих младших братьев по многим параметрам. Одним из таких параметров является боевая система и ее отдельные элементы. В первой части мы просто убегали от врагов, ну типа мы не хотели этой битвы и вообще тут ни при чем. Во второй кувыркались по земле в попытке заскочить за спину, видимо тренируясь перед кувырканием в постели с молодой эльфкой, суккубом или драконом. В третьей части нам и вовсе дали возможность как кувыркаться, так и убегать, дополнив все это возможностью обычного отскобка. Сразу видно эволюция, но не об этом сейчас, на самом деле говоря о нововведениях в боевой системе, я имел ввиду возможность перераспределения навыков практически в любой момент и практически с самого начала игры. Игра нам как бы намекает, что можно пересобирать билд под определенных противников и тем более определенных боссов, хотя они тут такие слабые, что даже школьник с закрытыми глазами может любого убить, если он прошел все три части Dark Souls, Demon's Souls и Bloodborne. Псс, парень, не хочешь немного поиграться с билдами? Но раз боссы и мобы не впечатляют, хотя Деттлов, Жаба и Редины и Гребаный Скалопендроморфи и Архиспоры многим не дают покоя, значит, что билды мы строим скорее для собственного фана и комфортной интересной игры. До сих пор помню первого Ведьмака и тот момент, когда мой Регин энергии позволял бесконечно шмалять волну Игни. Жаль, что это было лишь последние 15 минут игры. Многое бодал, чтобы просто побегать с такой прокачкой подольше, но хрен там. А вот в третьем Ведьмаке никому ничего отдавать за это не нужно. Помимо того, что после завершения основных квестов есть возможность просто побегать по миру и выполнить оставшиеся сайд-квесты, только кому этот мертвый мир нужен, всегда можно начать новую игру плюс. И вот тут-то вам и пригодится мое сегодняшнее видео. А? Как завернул-то? Ну хватит прелюдий. Поехали! А точнее, поплыли. Пора перестать лить слезы. Я понимаю, что до выхода четвертого Ведьмака еще 20 лет ожидания, но это лишь значит, что самое время утолить свою горесть капитанским ромом и встать у штурвала крейсера Дианочка в потрясающей игре World of Warships, в которую ты почему-то еще не играл, но наверняка уже слышал восторженные отзывы от своих друзей. Ворви сейчас! Получи халявный крейсер Диана, целый лям серебра и начни нагибать World of Warships. Чтобы получить халяву, необходимо зарегистрировать новый аккаунт по ссылочке в описании. И если даже ты уже бывалый игрок, не упускай возможности покататься на Дианочке. Зарегистрируй новый аккаунт и порадуй старика, который радует тебя новыми билдами. Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Ходят легенды, что кое-кто знает мое настоящее имя. Но я в это не верю, ведь даже я сам его не знаю. У меня есть только номер на затылке лысой головы, а в голове голос, который говорит мне «Нужно больше билдов, милорд!» Ну или я так читаю сообщения от подписчиков ВКонтакте просто. Но не суть. Свою билдовую девственность я потерял перед дополнением кровь и вино, составляя билд для его прохождения. Тогда я опирался на броню, причем не на характеристики, а скорее на поведение зверей, в честь которых названы школы. Боже, каким же я был глупцом. К концу дополнения я понял, что впереди меня ждет перепрохождение на новой игре Плюс. И тогда я сделал свой первый нормальный, но все еще робкий шажок в сторону построения билдов по Ведьмаку. Я был не первым, но только я смог окунуться в них с головой и посвятить этому чертовски огромное количество времени. Сегодня я хочу дать долг своему первому нормальному билду, сделав его небольшую реинкарнацию и представив на ваш суд его вторую ультимативную версию. Ну а теперь уже точно погнали! Ультимативность данного билда заключается в том, что он идеально подойдет практически для любого игрока, любого босса и любого стиля игры. Однажды настроив, его не нужно будет переделывать или исправлять. Все, что вам останется, это по желанию или необходимости заменять оружие и броню. И еще кое-что. Я не буду сильно углубляться в описание навыков. Если у вас с этим есть сложности, рекомендую посмотреть 4 ролика истинных билдов каждого из путей развития. Там мы подробно рассматриваем абсолютно все навыки. Итак, начнем. Вы прошли основную игру, дополнение каменной сердца и только что убили всех в кровь и вино. Перед нами сытый и довольный ведьмак, успевший поднять примерно 53 уровень, съевший магический желудь, а также впитавший в себя мощь всех мест силы. Общее количество очков умений около 85. В итоге именно этим количеством очков умений мы и будем оперировать. Для начала берем и качаем эйфорию, королеву среди всех мутаций, дающую безумный прирост как к атаке, так как мощи знаков. 5 очков умений. Запитываем ее двумя обязательными навыками для эйфории из линейки алхимии. Повышенная сопротивляемость и приобретенная стойкость, поднимая пороги передозировки и интоксикации. Это еще 8 очков умений. Далее берем техники нужной нам школы. Всего за 1 очко. Если вы больше любите магию и планируете подавляющее большинство врагов убивать с помощью нее, то грифона, в остальных случаях кота. Медведь брать не советую, бонусы никакущие. Далее нам необходимо взять 6 красных навыков. Пусть это обязательным порядком будут память тела, точные удары и вихрь. Как вы помните, сильные удары сосуд перед легкими, потому их мы и не качаем. Дополняем все это сохранением адреналина, уклонением и дополнительным очком адреналина перед битвой. На все ушло 30 очков умений. Запитываем навыки красными большими мутагенами, получаем дополнительные 80% к силе атаки. Отлично! У нас осталось еще 3 пустых ячейки. Чем бы их заполнить? Хм, а давайте покачаем знаки. Почему бы и нет? Силы атаки, благодаря эйфории и мутагенам, у нас достаточно много, а вот силы знаков пока не очень. Да и для определенных диалогов нам нужен прокачанный акси. С него и начнем. Помимо диалогов, он неплохо в битвах застанил, зашел за спину и хоть деревянной палке убивая врага с одного удара с эффектным добиванием. А вот две оставшиеся ячейки заполняйте по собственному желанию. Вы любите арт? Качайте его. Сошли с ума и любите Ирден? Никто вам не запрещает. Но лично я возьму первый и второй скиллы квена. Во-первых, ударная волна, чтобы не убили. А во-вторых, чтобы хп регенился. И сейф на крайний случай. Итого, всего 9 очков потратили. Навыки запитываем синим мутагеном. Теперь у нас есть несколько полезных знаков. Аксий обездвиживает и оглушает. Квен хилит и защищает. А Игни просто благодаря высокой силе знаков поджигает. Есть еще замедляющий Ирден и отбрасывающий арт, которые тоже работают благодаря высокой силе знаков. Но лично я ими не часто пользуюсь. В целом, билд готов. Но у нас осталось еще 32 очка навыков и закрытые ячейки от мутаций, которые мы можем открыть. Кстати, одно у нас уже открыто. Тратим еще 4 очка умения, открывая ближайшие мутации. И добывая еще одну ячейку под навык. Оставшиеся очки тратим на прокачку навыков Синергия и Убийственный Кураж. Для увеличения силы мутагенов обязательно. И шанса крита по желанию. Можно заменить на любой красный навык. В итоге у меня осталось еще 3 неиспользованных очка умения. Приберегу их на крайний случай. Тем более, что на текущий момент наш билд и так чрезвычайно силен. С распределением умений покончено. Давайте займемся огранкой нашего алмаза. Для начала броня. Либо сет на атаку, либо один из сетов на защиту, который мы рассмотрели с вами в прошлом видео. Либо любой другой по желанию. Учитывая, что на New Game Plus я обычно спешу вглубь сюжета. И в идеале сразу в ту сент, где мобы убивают с одного удара. Я предпочитаю сет на атаку. Можете просто носить любой из ведмачьих доспехов. Например, медведя или волка. В Кирасу ставим зачарование на нашей технике определенной школы, чтобы умение работало. Или на защиту от лучников. Так как мой сет сборный и лишь кусочками легкий, не видать мне защиты от стрел. В остальные части усиление для наиболее частого знака. Для меня это Игни. Мечи, сильнейший по базовому параметру атаки и дополнительным параметрам силы и шанса крита. У меня это Арандит и турнирный меч Тусенского рыцаря. Зачаровываем на рассечения, которые увеличивают радиус вихря. Можно, конечно, на воодушевление, но лучше не получить урон, не позволив противнику подойти ближе, чем нанести больше и умереть от пропущенного удара. Из отваров нас интересует Глава Глаз для уменьшения входящего урона и попытки выжить Катакан для Регина ХП. На новой игре Плюс у монстров довольно много ХП и у нас очень высокий урон. Регин от нанесенного урона будет эффективнее любого другого способа восполнения ХП. Водяная Баба для увеличения атаки и что-нибудь еще, если не хотите пользоваться эликсирами. Лично я не хочу, потому Альгуль и быстрый Регин Адреналина. Если все-таки зелья, то все просто. Гром, если с мечом, Петри, если с магией. Остальное по желанию. По мере прохождения новой игры Плюс вы повысите свой уровень и сможете открыть все четыре дополнительных ячейки от мутации. Поместите в нее все зеленые навыки и забудьте. А в пустые ячейки я советую поставить либо контроль метаболизма для применения дополнительного эликсира или отвара, либо смертельную точность для повышения силы атаки и шанса убить противника мгновенно, либо ужас для увеличения сопротивления от монстров, либо любое синее умение для увеличения силы знаков и возможностей конкретного. Также эти умения можно использовать, чтобы заменить неугодные навыки в моем текущем билде. В итоге мы получаем универсальный ультимативный билд, который одинаково хорош и в применении знаков, и в фехтовании с возможностью увеличения силы одного из направлений. Давайте вместе с вами начнем новую игру Плюс и опробуем его. Первые Гули умирают с одного удара, а Рандит врезается в мертвую плоть и разрезает ее на ровные кубики гнилого мяса. Бандиты из каменных сердец более опасные противники, я уверен они могли бы убить меня, если бы смогли найти хотя бы парочку ударов, но я не даю им такой возможности. Возвращаемся в Велен, в глубоких топях есть одно место силы, которое охраняет Гаргулья, она точно убьет меня с одного попадания своими когтистыми лапами, но на этот раз камень слабее стали ведьмачьего клинка, Геральт жив, а Гаргулья превратилась в груду камней. Ну и последнее, Тусэнд наш любимый форт для тестов. Напоминаю, мы все еще 50 уровень, а Тусэндские бандиты почти сотого. Их убийство вопрос времени и навыка, ведь билд позволяет их убивать, но одна ошибка и мы мертвы. Впрочем, и они не бессмертны. Впрочем, у нас есть магия Сейфлот. А знаете что, давайте еще навестим наших любимых Скалопендроморфов и посмотрим, как наш билд покажет себя с ними. Жалкий червяк пал под нашим натиском, правда для меня это была примерно четвертая попытка, но вам этого знать вовсе не обязательно. В заключении, хочу сказать, что данный билд именно для комфортного классического прохождения на новой игре плюс. Это не билд для того, чтобы сразу скакать по территориям каменных сердец или крови с вином, даже несмотря на то, что с этим билдом там жить можно. Это именно ультимативный билд для обычного прохождения к нью гейм плюс. Если вам понравился этот билд, то поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и включите уведомления о новых видео, ткнув на колокольчик. Если вам не понравилось или вам кажется, что ваш билд лучше, в чем я конечно же не сомневаюсь, напишите в комментариях об этом, ведь мне так важно узнать ваше мнение. Ну а на этом я считаю память первого нормального билда, почтенной и реинкарнацию успешной. Пора приступать к следующему видео, увидимся в нем, ну или на стримах. Пока-пока.